Всем привет, дорогие мастера! С вами на связи мастер Елена Немирова. В этом видео мы с вами будем делать простой, быстрый, но такой клевый эффектный дизайн, как молочный градиент. Да-да, он вроде бы отгремел несколько лет назад, но до сих пор популярен среди клиентов и мастеров благодаря своей простоте, легкости и скорости исполнения. И да, он не требует каких-то особых навыков, но я хочу показать, как его делаю я. Я делаю его с помощью молочного топа. Хвала тем, кто создал молочный топ и стал еще быстрее и проще. Давайте скорее приступим к видео. Приятного просмотра! Для начала, что нам понадобится? Это кисть для градиента. Советую с длинным тонким ворсом на конце. Два гель-лака каких-нибудь ярких контрастных оттенков, хотя не обязательно сильно ярких, главное, чтобы не бледных. Я выбрала ярко-зеленый и ярко-розовый-оранжевый для эффекта арбузика. Дальше все увидите. Ну и, конечно же, молочный топ. У меня с ним очень комфортно работать, в отличие от молочных бас и гелей, потому что у них есть свои нюансы. А тут супер быстро и просто. У меня от Louis Philippe Milk Top 02. Не реклама, но советую. Он плотненький и очень комфортный. Помогать в записи сегодняшнего урока мне будет вот такой Йорик с Валберис. Тренировочный палец, очень анатомически похожий на настоящий. Если интересно, артикул оставлю. Поехали! Берем первый оттенок и наносим небольшую каплю на зону кутикулы. Не пытаемся подогнать под кутикулу. Нет, просто прокрашиваем небольшой участок у кутикулы. Не оставляем жирную каплю, просто добавляем цвета, вот чтобы его можно было растянуть. Ноготь у нас при этом уже готов к покрытию. Все, что нужно опилено, все, что нужно убрано, почищено. Кутикула убрана. Короче, на чистый готовый ноготок. Не забываем пыль убираем. Теперь берем кисть для градиента, практически кладем ее на ноготок. Совсем с небольшим уголком, в идеале ее почти положить, вот на 1 градус. И начинаем захватывать от границы, где есть гейлак и где нет. Не от кутикулы. Запомним от границы. Начинаем стягивать оттенок, ведя по ногтю, приплющивая и подтягивая вниз, чтобы цвет к середине сходил на нет. Там, где появляются заборчики или неровности, просто еще раз проходимся и стягиваем оттеночек на нет, чтобы к середине было полупрозрачно. Вот такая заготовка у нас получается на первом слое. Сушим. Далее снова берем тот же самый оттенок, наносим в то же место, но уже чуть-чуть поменьше. Просто уплотняем, делаем цвет поярче. Наносим тоже капельку нежирную поверх первого слоя. Будем ее тоже растягивать. Проделываем то же самое, что на первом слое. Кладем кисть, ставим ее на границу, где есть свеженанесенный гейлак и где его нет. Тянем, приплюскивая, чтобы цвет сошел на нет к середине ноготка, чтобы он там стал практически прозрачным или полупрозрачным. Если тянете, но ощущается, что цвета как-то идет слишком-слишко много, можно кисть очистить с помощью безворстовой салфетки, смоченной в обезжиривателе. Очищаете кисть, делаете ее снова плоской, ставите на то же место и тянете дальше. В принципе, обезжиривателем протирать ее иногда нужно, чтобы не было лишнего оттенка, чтобы не было слишком уж ярко на этапе перехода. Этот слой тоже просушиваем лампе. Теперь берем второй выбранный оттенок и наносим уже вниз ногти на зону у торца. Не делаем так же жирную каплю, наносим ровно столько, чтобы можно его было комфортно растянуть. Ну вот по размеру, как видите, я делаю. То есть не очень много, практически на кончике миллиметр два с половиной получается. И то, если ноготок такой длинный. Теперь берем кисть для градиента, ставим ее как комфортно. Можно, конечно, вертеть руку клиента, но мне никогда неудобно вертеть руку клиента. Мне комфортно повертеть свою руку. Также кладу кисть на границу, где свежий цвет и на границу, где его нет. И тяну его, практически вмешивая в предыдущий оттенок, чтобы граница у них была у обоих полупрозрачной. Если получается грязь, как здесь, сочетание не совсем сочетающееся напрямую, не страшно, эта зона будет скрыта у нас под молочным выравниванием. И, конечно, этот слой мы просушиваем. И теперь вторым слоем добавляем яркости цвету у кончика ногтя. То же самое количество наносим и точно так же плавно растягиваем. Кладем кисть практически горизонтально, подхватываем в зоне, где цвет стыкуется с местом, где цвета заново нанесенного нет. И тянем к предыдущему оттенку, к серединке, растушевывая его практически в ноль. В принципе, вы видите, как это получается. К серединке они смешались, но они полупрозрачные. Этот слой мы сушим. Если есть какие-то неровности, мы это все дотягиваем кистью для градиента. Вообще, без проблем. Обычно на этих этапах никакая грязь нам не мешает. Все будет скрыто. Переходим к самому интересному. Я беру молочный топ, набираю среднее количество на кисть. Не совсем мало, но и сначала не огромную каплю. Набираю и промазываю весь ноготок. Внимание, с отступом от кутикулы. Вот от зоны, где самый яркий оттенок. Я промазываю сначала весь ноготок. Делаю так называемый мокрый пол. Далее я набираю каплю пожирнее и кладу ее на ноготь, как бы вы выравнивали базой. Да, это побольше, чем вы выравниваете топом, но это нам нужно для создания как раз-таки плавности в центре. Я кладу эту каплю, растягиваю ее и пододвигаю вот так к бокам. Сделать это одной кистью не всегда получается, поэтому на помощь мне зачастую приходит тоненькая кисть. Я плавненько распределяю молочный топ по всему ноготку сначала толстой кистью, потом буду помогать тоненькой кистью. Самое главное, чтобы в самом центре было сконцентрировано самое большое количество молочного топа. Теперь я беру тоненькую кисть и буду подгонять его к центру, периодически переворачивая ручку, чтобы отцентровать количество материала. Здесь у нас ноготок на Йорике очень длинный, поэтому все-таки я решила, что топа оказалось очень мало. Я добавила еще микрокапельку, ее сейчас дораспределю в самый центр и снова переверну отцентрую и будем это все сушить. Дизайн у нас просох, но несмотря на то, что работали мы топом, топом мы закрывали не весь ноготок. Помним, у нас есть отступ, поэтому поверх топа мы наносим еще топ. Можно сделать любой глянцевый, любой матовый, но в этот раз я выбрала, чтобы это был дизайн, напоминающий арбуз в срезе, поэтому у меня будет матовый топ с рваными черными хлопушками. Топом, который вы выбрали, покрываем весь ноготок. Теперь уже затрагиваем все зоны, нужные, ненужные, в общем, покрываем целиком и полностью. Помним, если у нас матовый топ с хлопушками, да и глянцевые, можно их распределить апельсиновой палочкой, ничего страшного не будет. У меня вот кладется ровно не с первого слоя, потому что тут есть какие-то крупные бутербродные друг на друге частички, так что я их распределяю уже потом и не кистью, а апельсиновой палочкой. Как нанесли, сушим, просушиваем хорошенько. Все, просушили, сняли липкий слой и любуемся, какая красота получилась. Это очень классно, свежо по-летнему и при этом это реально очень сильно быстро. Вы не представляете, насколько это быстро, если не пытаться записать это на камеру и попадать в кадр четко. Это суперский дизайн, на самом деле существующий действительно давно, но если не умели делать, обязательно пробуйте, на лето просто кайф. И сделала для примера еще один вариантик, уже голубой плюс сиреневый и под глянцевым топом. Смотрится тоже классно, сочетать можно вообще чуть ли не любые цвета, всегда смотрится здорово, всегда эффектно. И при этом не видно никакой грязи, даже если вы не умеете делать градиент, такой градиент, я думаю, у вас точно получится. На этом все, дорогие мастера, была рада, что вы посмотрели мой урок, надеюсь, он был очень полезен. Буду рада, если вы оцените видео лайком и подпишитесь на мой канал. Вам я желаю удачных экспериментов!